Сергей Фёдорович. Да-да-да, кто это? Слушай вас. Это банк ВТБ-24, Тимур Шамильевич. Ой, вы по громкой связи говорите что-то так это всё? Да. Эх, а зачем? Чтобы лучше вас слышать. А-а-а, о какой секрет. Вы мне расскажите, Сергей Фёдорович, что там по поводу погашения-то? Чего, какого гашения? Погашения. За должности. Ничего. В смысле ничего? В прямом, на вот такой не совсем логичный вопрос, такой вот, в общем-то, размытый ответ. Вы можете конкретно, поконкретнее выражаться каким-то там более официальным языком? Гашения какое-то? Погашения, я сказал. Погашения? А это конкретнее по-вашему, да? Погашения. Сергей Фёдорович, вы к нам приходили, мы с вами, по-моему, нормально разговаривали, да? Как-то выходы вам нашли. Какие? Я забыл. А вы к нам вот так, да? У меня денег нет. И сейчас вот так вы ещё начинаете учить меня, как мне нужно разговаривать с вами. А почему бы не получить, если у вас не получается разговаривать? Меня не получается. У вас не получается. Вы погасите на должность. И всё у нас получится с вами тогда. А если день, а если нечем? А меня это не волнует. Ну не волнует так, а что звонить-то, раз не волнует? А мне этого? Мне нет. Ну, ещё больше. Вы повернулись к нам одним местом, мы с вами нормально, по-хорошему поговорили, да? Да нет денег, что кричать-то? Все выходы к вам и жене объяснили, да? Как лучше сделать. Как не надо платить, как надо. А вы сейчас с задницей к нам повернулись, да? И считаете, ещё смеётесь, да? Что это нормально? Ой-ой-ой, а что такие эмоции? Я что, у вас деньги взял? Что так это нервы-то свои тратить за чужие деньги? Да, что здесь у меня или у банка вы взяли? За чужие деньги-то что за манера-то? Просто ваше отношение ко мне, вот показывает, как вы относитесь ко мне и к банку, только из всего. Ну хорошо. Эмоции, эмоции, я не знаю. Жизнь не наказывает, жизнь с любовью учит, запомни. На ты имени, мы не переходили ещё, Сергей Фёдорович, с вами. Это ты не перешёл, а я перешёл. Ты меня тоже можешь на ты называть. Да ты не в своей жене будешь, слышишь ты? Нормально. Ребят, вот что хотите думайте, я люблю свою работу. Понимаете, вот такие ролики обозначают то, что мы с вами всё больше и чаще выходим победителями. В этой, на первый взгляд, для кого-то может быть неравной борьбе. А на самом деле она действительно неравная, но мы здесь, при определённых, при соблюдении определённого правила, определённых обстоятельств, намного сильнее вот этой всей публики слышали. Я когда вот, знаете, бывают стандартные ролики, бывают ни о чём, а бывают просто вот, как говорится, бальзам на душу. Ну, я надеюсь, все мы с вами повеселились, послушали, как у этого молодого человека, юноши, рвануло одно заднее место, да, вот так же. Он, наверное, обрызгал всех своих соседей. Он сдуру громкую связь включил, видимо, кому-то хотел продемонстрировать, какой клиент чмошник, может быть. Ну, я не знаю, для чего он включил громкую связь, но мне видится только одна причина. И получил по громкой связи такую шикарную оплюху, полное равнодушие к его угрозам. А заготовил, наверное, тирану такую шикарную. А тут мимо сценария. Да, весело. Ребят, кто хочет понять, почему так происходит, кому интересно всё-таки, что и как, пожалуйста, в описании видео вся необходимая информация, ссылка на нашу группу ВКонтакте. Ну, а для тех, кто хочет просто освободиться от кредитного времени с помощью грамотных юристов, пожалуйста, по ссылке www.oliam.ru, она там тоже есть в описании под видео. Проходите, посмотрите видео, как устроена работа кредитных юристов. Мы будем рады предоставить, представлять ваши интересы в суде, досудебном формате, перед приставными исполнителями. Всё там рассказывается, описано подробно, поступимо. А на связи был Кузнецов Дмитрий. До свидания.